И так мы с вами рассмотрели то греховное состояние, в котором находится человек после грехопадения. И из рассмотренного увидели и убедились в том, что это состояние человеку неестественное, противоестественное. И что ему нужно выходить из этого состояния. Или, иначе сказать, нужно ему избавляться от греха, от своих страстей. Достигать бесстрастия. Но бесстрастия это еще не идеал для христианина. То есть это не конец. Это, можно сказать, половина дела. Человек, который не только должен достичь бесстрастия, но еще, что важнее, он должен насадить на месте страстей противоположным добродетелям. Вот именно этим и занимается в основном аскетик. То есть она сначала указывает, как нужно побороть страсти, а потом самое главное, что это насаждение добродетелей. С насаждения добродетелей начинается духовная жизнь. И поэтому нам нужно с вами уяснить, что есть добродетель и каково это состояние добродетельное. Конечно, идеал для буддиста это стать бесстрастным или иначе бесчувственным, как они это понимают. Христианин не стремится к этому. Наоборот, христианин может быть бесчувственным. У него должны быть чувства. Но чувства другие. Добрые чувства. Добродетельные чувства. То есть он должен неправильные движения свои душевные сделать правильные. Что такое добродетель? Согласно определениям святых отцов, добродетель заключается в исполнении заповедей по Исааку Сирии. Святой Симеон Новобогослов говорит то же самое, только по-другому. Он так определяет. Добродетель, собственно, ничто иное есть, как исполнение воли Божьей. Если пояснить его слова, то получится, что добродетель – это действие энергии, согласное с нравственным законом. Помните, мы говорили, что страсть – это действие энергии, нарушающие нравственные законы. То есть человек исполняет волю Божью, когда он действует согласно нравственным законам. Богом установленным. По естеству, мы уже с вами говорили, в человеке нет страстей и зла. Потому что Бог не сотворил зла, Бог не насадил страстей. Он не есть творец страстей. Напротив, Он вложил в природу нашу добродетель. И человеку свойственны многие виды добродетель. Ему свойственны милосердия, потому что мы знаем, язычники тоже милосердствуют, как говорит апостол Павел. Свойственна любовь к каждому человеку, даже бессловесные животные имеют это чувство. Надежда свойственна, потому что люди часто доверяют друг другу, дают взаймы, или пускаются в дальнее путешествие, надеются на благополучный исход. Свойственна вера, потому что, опять же, люди часто верят друг другу, и даже свойственна религиозная вера. В особенности, конечно, это связано с детским возрастом, так как в это время еще сердце не оскверлено страстями, поэтому оно доступно для сердечной веры. Но со временем человек ее теряется. И так, говорит Святой Андреевич, если любовь есть добродетель, естественно, она, а она есть союз исполнения закона, то значит, добродетели недалеко от нашего естества. Да постыдятся же те, которые представляют свою немощь к исполнению их. Мысль такая, что естественные добродетели всем свойственны, потому что всем свойственна любовь, а любовь – это союз совершенства, совокупность всех добродетелей. О естественных добродетелях хорошо говорит Святой Василий Великий в своей книге «Шестой днев», и иллюстрирует различными примерами. Немного я отсюда вам зачитаю. Он в беседе о животных земных, сотворенных в «Пятый» и «Шестой днев», говорит «И в нас есть естественные добродетели, с которыми душа имеет сродство, не по человеческому научению, но по самой природе. Никакая наука не учит нас ненавидеть болезнь, но сами собой имеем отвращение ко всему, что проникричинает нам скорость. Так и в душе есть какое-то неучение, приобретенное уклонение от зла. Всякое же зло есть душевный недуг, а добродетель соответствует здравию». Здесь у него есть интересная мысль, сравнивая болезнь со здравием, он показывает, что есть страсть и что есть добродетель. Всякое же зло есть душевный недуг, а добродетель соответствует здравию. И хорошо некоторые определяли здоровье, что оно есть благоустройство естественных действий. Вот, можно сказать так, что и добродетель, это есть благоустройство естественных действий. То есть, когда действия согласны нравственным законам. То есть, то самое определение, которое было сказано в начале. «И кто же скажет то же самое о богосостоянии души, говорит Василий Великий, тот не погрешит против приличия. Посему душа, и не учась, желает свойственно ей и сообразно с ее природой. Сии добродетель в душе более свойственны, неже те у здоровья». Вот. То есть, можно сказать, что добродетельное состояние – это состояние здоровья, а состояние страстное – это состояние болезни. Все это мы уже с вами говорили, еще раз просто повторяем, для того, чтобы лучше выяснить. И суть спасения состоит как раз в выздоровлении. Само слово «сотирия» с греческого означает и спасение, и может означать как выздоровление. Подробнее мы еще об этом будем говорить, определяя значение и суть спасения. И Василий Великий дальше приводит примеры. «Чадо любите отцов. Родители, не разрушайте чад. Не то же ли самое говорит и природа. Не новое, что советует Павелу. Но скрепляет тут естество. Если львица любит рожденных ей, а волк вступает в бой за своих волчат, то что скажет человек и заповедь приступающий, природоискажающий? Когда или сын не уважит старости отца, или отец вступит во второй брак, забывает прежних детей. То есть даже иногда люди ниже животных, оказывается, поступают против своей природы. У бессловесных неодолима взаимная любовь между детьми и родителями, потому что создавший их Бог вознаградил в них недостаток разума, избытком чувств. Посему ягненок, выскочив из хлеба, среди тысячи овец, знает сам свет, голос матери, слышит, спешит к ней, ищет своих собственных источников молока. И хотя он встретит тощие матерные сосцы, довольствуется ими, пройдя мимо многих сосцов, обремененных молоком. И мать в тысячи огня-то знает своего. Один у всех голос и цвет тот же, и запах подобен, сколько представляется нашим обонянием. Но у них есть какое-то чувство, которое гораздо острее нашего представления, и по которому для каждого легко распознать собственное свое. Потом он также обращает внимание на следующее. У щенка нет еще зубов, однако же ртом защищается он уже от раздражившего. У тельца нет еще рогов, а он уже знает, где у него вырастет оружие. Все это служит доказательством, что всяким животным природное ему не изучается, а что в существах ничего нет беспорядочного и неопределенного. Напротив того, все носят на себе следы творческой премудрости. И каждый показывает себе, что оно снабжено нужным к охранению собственного богосостояния. То есть он оказывает, что у животных есть так называемые инстинкты, которые ничто иное есть, как вложенные Богом естественные движения. Ну или так называемые естественные добродетели. Этим добродетелям не нужно учить. Они не требуют научения. Эти добродетели уже вложены. Вот. Но этим объясняется то, что язычники, бывает, показывают высокие образцы добродетелей. Но дело в том, что язычное добродетелание, оно несовершенно. И само по себе несовершенно, и с точки зрения христианства. Потому что добродетель у язычников делается не ради ее самой, а по другим причинам, и для других целей. Ради тщеславия, ради хвастовства. Примеры являются намного численными философами языческими. Вот. Но часто и среди христиан то же самое бывает, что часто делают добродетели, они мыслью отстоят от Христа. Вот. И совершают из каких-то других целей. Может быть, из чувства жалости подать милость им. Это добродетельное несовершенство с точки зрения христианства. Нужно подавать ради Христа. Вот. Или там по каким-то другим причинам человек что-то делает. Не во славу Божию. Мы с вами сейчас будем определять христианское понимание добродетели. Давайте выделим ее признаки. Но прежде всего, нужно рассказать, что христианское добродетель отличается от всякой другой по своей цели. Первое. Все у спасающегося должно быть направлено во славу Божию. Как говорит апостол Павел. А еще боясь, а еще лепее, а еще видно, что творите. Вся во славу Божию творите. В силу этих слов христианину всегда нужно рассуждать. Во славу ли Божию творит Сталин и добродетель. Согласно ли действие, которое он совершает со Словом Божиим? Можно так сказать. Со Священным Писанием. Если не будет свидетельства Священного Писания на это дело, на какое-либо дело, то христианин должен его делать, как учат святые отцы. Например, Авву Антонио спросили, что делать мне, чтобы обрести милосердие у Бога? Он ответил, что скажу тебе, то сохраняй тщательно. Где бы ты ни был, имей пред своими очами Бога и делай только то, на что имеешь свидетельство Писания. Можно добавить для пояснения рассуждения святителя Игнатия Причинова. Он пишет, придет ли к тебе какая благая мысль? Остановись, никак не устремись к исполнению ее, сопромечиваясь, не обдумай. Ощутишь ли в сердце какое благое увлечение? Остановись, не дерзайся и муглечься. Справься с Евангелием, рассмотри, согласны ли со всесвятым учением Господа благая мысль творяет твое благое увлечение сердечно. Вскоре он смотрит, что нет никакого согласия между евангельским добром и добром падшего человеческого естества. Добро падшего естества перемешано со злом, а потому и само это добро сделает злом, как делается ядом вкусной, здоровой пищей, когда перемешает его с ядом. Хранись, делай добро падшего естества. Почему? Делая это добро, разовьешь свое падение, разовьешь себе самомнение, гордость, достигнешь ближайшего сходства с демонами. Напротив того, делая евангельское добро, как истинный верный ученик Бога человека, сделайся подобным Богу-человеку. То есть, христианин, что бы он ни делал, книжку он читает, пишет, разговаривает, все он должен делать перед лицом Божиим, перед самим Богом. Это на самом деле так и есть, просто мы по грубости своей, по черствости не замечаем. Это истинно. Не замечаем постоянно присутствия Божьим. Потому что, если бы мы имели это чувство, то мы бы знали, какое дело можно делать, а какое дело нельзя. Не нужно было бы смотреть и сверяться с Священным Писанием, и искать согласно или не согласно. А так как мы повреждены и совесть зачастлива, то приходится искать нам вразумление. Но, естественно, это относится к тем людям, которые не имеют духовного наставника или в идеале старца. Если есть, конечно, такой человек, то проще подходят к нему и спрашивают, как это делали наши подвижники в древние времена. Отсюда видим, что человек может трудиться и делать добрые дела, но это будет ему не на пользу. И это вызывает возмущение у мирских, потому что они трудятся, и есть подвижники, подвижники науки, искусства, но все это как бы тщетно. И когда задают вопрос, а можно ли спастись человеку, который делает добрые дела, а бы ничего такого не совершает, и слыша ответ, что это не спасает человека, а это может и наоборот, как и святитель сказал, усугубить его падшее состояние, то это естественно приводит возмущение. Совершаемое добро ради мира, то есть без веры, без Бога, оно уже получает плату в виде похвалы, в виде чести, славы, и естественно тогда от Бога ничего уже не получит такой человек. А тот, кто посвящает все дела Богу, то он эти дела совершает, во-первых, тайно, как его будет учить Евангелие, и милостыни будут подавать тайно, и молиться будет тайно, и поститься, и эти добродетели по наружности будут невзрачны, но они удостоятся награды от Бога, будущей жизни. Ну и в связи с этим нужно сказать, что нельзя, поэтому проповедовать абстрактно некое добро, делать добро во имя неизвестно чего. Нужно разъяснять, что добро должно быть ради Христа, и без церкви человек не сможет этого добра совершить, без благодати, без учения Ивановского. Это один признак. Второй отличительный признак христианской добродетели, она совершается с помощью благодати, вся могла о укрепляющем Иисусе Христе, апостол Павел, восклицал. Все добродетели по улучению церковному совершаются с помощью Божьей. Человек может только какие-то усилия прилагать, может произволение показывать, но дело совершает за него Бог. И без благодати человек ничего не сможет сделать. Для иллюстрации можно привести рассуждение Абы Херимона. Это подвижник четвертого века из египетских отцов. Вот он говорил, никак нельзя думать, что философы имели такую чистоту души, какая требуется от нас. Имели же они некоторую тертичку целомудрия, то есть воздержание плоти, именно удерживали только похоть от целокупления. а внутреннюю совершенную и постоянную чистоту духа и тела не говорит где вам приобрести, но и думать они не могли. То есть они могли внешне как-то исполнять какой-то добродетель, но внутренне никогда не могли ее исполнить. В этом не стыдился сознаться и знаменитый между нами с ними Сократ, как они славят. И вот он приводит случай, когда один физиогном, смотря на него, сказал, что у него глаза, как у деда растлителя, и когда ученики его напавшим у него хотели отомстить за оскорбление нанесенное ухудшить, то Сократ говорят удержавых от негодования таким изречением успокойтесь дети, я точно таков, но сдерживаю себя. Эти слова ясно показывают, что человек не может по внутреннему состоянию своему достигнуть того, чего может достигнуть христианин с помощью богодати Божьей. Заповедь задана не вожделевать. И раз она дана, то значит ее можно исполнить. Христианин может исполнить конечно не своими силами. И так во всех в общем-то добродетелях мирских. может человек удержать гнев или раздражительность, но ради приличия. И опять же только внешне, внутренне он все равно от этого не может избавиться. То есть окончательное искоренение страсти в богдате Божьей. Удерживать гнев и сердчание, говорит Симеон Новый Богослов, есть собственно наше дело. И требует подвига великого, и труда немалого. Но чтобы совсем не смущаться и стяжать невозмутимое сердце, и совершенную кротость, это есть дело в нас единого Бога. Ну и сам Господь говорил, что без меня не можете творить ничего. Естественно, здесь, разумеется, ничего доброго, а не вообще ничего. Конечно, человек может много наделать, но доброе без Бога он не может сделать, согласно свою воду. То есть доброе в том понимании, в каком мы уже объясняли, согласно с волей Бога. Если человек, совершая какую-то добродетель, припишет ее себе, то он сам себя обращает. Потому что на самом деле он ничего не может сделать. Это самообман будет. И вот два признака христианской добродетели. Это цель, ради которой она совершается, ради Христа и согласно с волей Божьей. И второе это с помощью Божьей. Благодать. Вот если этих двух признаков нет, то это не добродетель. В том смысле, как понимают ее христианство. Запомнив эти два признака, посмотрим еще, как осуществляется добродетель христианская. Она может быть двух родов. Добродетель может быть телесной. Это добродетель, где преимущественно действует и работает тело, трудится тело. Преимущественно, потому что без души естественно человек ничего не сделает. Но преимущественно. И есть добродетели духовные. Первый добродетель называется мирские, второй монашеские. Но под монахами естественно нужно разуметь не тех, которые носят клобук, мантию, четкие, а тех людей, которые освободились от всех попечений мирских и пребывают можно так сказать умом на небе, едва касаясь земли. Но добродетели еще нужно уметь творить. Потому что можно сказать хорошее слово, это нетрудно, если где-то прочитал, но нужно знать когда это слово сказать, в какой форме преподать, в каких обстоятельствах. Потому что можно и этим хорошим словом не вовремя сказанным убить человека. Можно и словом вычисленным священным писанием и святым повредить человека. Мы видели, что святые часто мимоходом творили эти добродетели, могли обронить только слово или взглядом своим и уже приносили пользу. То есть они как бы творили добродетель красиво, изящно. Но вообще называют людей высокодуховной жизни аристократами. Вот святые это наши аристократы. То есть они обучены всем правилам поведения, вот они умеют так сказать себя вести. И все у них получается красиво. Добротолюбие, это же буквально переводить красотолюбие, доброта, красота. То есть это любовь к красоте. Искусство добродетель творить это как раз искусство творить красиво. Вот тоже как икону писать. Сначала оно может быть и не получается, и некрасиво, а потом все красивее и красивее. Еще нужно сказать об основаниях, на которых взявится добродетель христианская. Во-первых, взявится на страхе Божьем всякое добродетель, которое рождается от веры Бога. И для того, чтобы человек успешно творил добродетель, ему нужно большое стремление к этому и великий труд. У святых отцов есть такой термин «дашь кровь и прими дух». то есть это означает, что если человек хочет стяжать добродетель, то ему нужно этот добродетель приобрести не за золото, не за серебро, а кровью. Немало скорбей будет и подвигов, прежде чем он получит добродетель. А добродетель получается человеком не за труды опять же его, а за то смирение, которое рождается от трудов. Заповеди даны не для того, чтобы их исполнить, а для того, чтобы через их исполнение прийти ко смирению. Цель наша не заповеди исполнить, а через заповеди прийти ко смирению. А смиренным Господь дает благодать, и все святые отцы, они получили добродетели и даже дары Святого Духа именно за смирение. Потому что многие постились, многие молились, и в разной мере, но не все из этих постившихся, молящихся приобрели благодать. Вступившие на путь спасения проходят некие степени в своем духовном развитии. Эти степени еще называют возрастами, и можно выделить три возраста духовной жизни, так же, как мы выделяли три возраста и греховной жизни. Их по-разному определяют. Некоторые называют младенческий возраст, потом юношеский, мужеский возраст. Некоторые определяют как рабство, наивничество и сыновство, беря из Евангелия эти слова. ну или как новоначальный, средний и преуспевший, совершенный возраст. Мы с вами эти возрасты постараемся сейчас определить, хотя, конечно, трудно провести какую-то четкую границу между ними. Эти возрастания очень тесно между собой связаны, и переход из одного состояния в другой практически не заметен. хотя в целом в общем-то можно определить какие-то признаки для того, чтобы нам узнать, в каком устроении мы находимся, в каком классе мы, в первом, втором или в третьем. Святой Англиесовичник, указывая на признаки, которыми должны определяться тот или иной возраст, говорит, что младенчествуемых признак того, что их делания согласно с волей Божией есть преуспеяние смирения. У средних прекращение внутренних браний, то есть усмирение страстей, а в совершенных умножение изобилия Божественного Света, или, значит, умножение благодати. И вот мы с вами все это сейчас поподробнее рассмотрим. Есть еще у некоторых отцов сравнение, которое ярко показывает, что есть новоначальный возраст, что есть возраст совершенный и возраст средний. Они приводят такой образ. Новоначальный похож на человека, который идет ночью, и его путь освещает только звезды. Естественно, ему трудно различить дорогу, он только видит какие-то общие очертания, большие какие-то препятствиям может быть. И он может даже не различить эти предметы. То есть он часто не различает добродетель от страсти. Сложно ему это сделать. Ему постоянно причем грозит опасность упасть где-нибудь в яму или даже в бездну. Такому человеку естественно нужен руководитель. Тот, который видит в этой темноте. то есть нужен старец. Кто подвизается в среднем чине, он подобен человеку, который уже шествует при свете луны, полной луны. Путь гораздо лучше виден. Он уже может предсказать новоначальному, что с ним случится дальше. То есть, например, сейчас он упадет в яму. Сам в этом состоянии тоже несовершен. то есть и для него в то же время предметы еще не так различимы. Они могут сливаться в одно, например, дальние предметы. Он может не замечать то, что находится под ногами и не различить обычные камешки от бисеров или драгоценных камней. вот поэтому это еще как бы несовершенное состояние. Хотя видите, он может помочь новоначальному. А тот, который достиг совершенства, подобен человеку идущему днем в ясный полдень при ярком свете солнечном. Ему освещает его путь солнца правды Христос и этот человек ясно все видит и может указать и новоначальному и среднему указать намного далеко вперед на многие года что с ним случится. Ну давайте перейдем с вами к выяснению возрастов духовной жизни по отдельности. Первый возраст это новоначальный или возраст младенческий период когда начинается христианская жизнь всякий начинающий жизнь духовную он вступает в этот период никак он его миновать не может и причем он должен надолго здесь задержаться в этом состоянии перескакивать на вторую на третью ступень очень неразумно невозможно хотя это иногда наблюдается характером является что для человека так как начинается жизнь христианская то устанавливается внешний порядок жизни формы христианской жизни младенцу свойственны и нетвердость и незрелость рассуждение детское по своей незрелости человек легко может поколебаться увлечься какими-то уже учениями характерной чертой является познание Бога как отца очень характерная черта то есть в Боге видится отец но пока еще есть чувство рабского страха потому что новоначальный он дрожит от ужаса и перед гиеной ожидающей его за те нехорошие поступки которые он совершал боится ответ на страшном суде надеется ему не на что потому что в прошлом одни грехи впереди еще ничего нет и в настоящем он ничего не сделал но в то же время он видит в Боге Отца и надеется как бы на его милость или чувствует эту милость и исходя из этих чувств у человека естественно поведение бывает не совсем адекватно и часто для мирских и домашних оно является неприятным хотя для этого человека и для Бога может быть и достолюбезно но не всегда есть изречение у одного афонского старца не знаю говорить вам не говорить о добродетелях новоначального оно конечно грубовато такое грубовато но суть выражает в общем-то полностью он говорит все добродетели новоначального похожи на газы испускаемые деким ослом так они хороши и приятны Богу нет почему просто это показывает что они несовершенны то есть как правило эти добродетели все сквернены страстями сквернены и они не могут быть жертвой богоприятной Богу жизнь духовная у них не устроена видите поэтому и духовных добродетелей не может быть они как правило гранились только телесными трудами но эти телесные являются основой для дальнейшей жизни какие именно эти добродетели эти добродетели приводит святой англесничник в 26 слове у него есть как бы некая таблица этих добродетелей он указывает некий алфавит алфавит который человек должен выучить из которых он потом будет слагать слова перечисляем какие-то добродетели первое что он называет это послушание здесь разумеется послушание руководителю раз новоначальный мы говорили требует руководства он идет в темноте ничего не видит то естественно ему нужно слушаться руководителем руководителем может быть если это есть человек благодатный уже достигший совершенного возраста он видит в темноте он может указать путь или это есть слово Божие которое иногда сравнивается со светильником освящающим путь следующее добродетель пост телесный добродетель потом идет вретище худая одежда на новоначально влияет внешняя обстановка то что он носит и где он живет в каком месте об этом чуть дальше скажу это все образует его душ следующее что называет англесочник это пепел пепел зова здесь воздержание нужно понимать от омовений от бани испания на голой земле то есть означает не внушение грязью но если это делается ради Христа а не по неряшливости по лени и по другим причинам слезы пятое добродетель шестое исповедание имеет ввиду исповедь помыслов и дел греховных то есть исповедание своего внутреннего состояния человеку который ну руководит значит Богу исповедовать Богу исповедовать на молитве молчание очень важно добродетель для новоначального потому что как мы говорили ум детский еще рассуждений нету учить такому человеку неуместно но как правило такой человек и всех учит как только он обратился к Богу пришел в церковь узнал немножко церковную жизнь начинает всех обличать друзей родных все живут не так вот а отцы говорят что тот человек который учит преждевременно то он остается без плода он перестает замечать свои недостатки он перестает совершенствоваться искать уврачевание собственных немощей вот и всех подряд осуждает а вайсайя сказал опасно учить ближнего преждевременно чтобы самому не впасть в то от чего предостерегается ближнее учение впадающий в грех не может научить тому как не впадать в него по этой причине новоначально не заповедано молчание со временем потом уста откроется пока нужно молчать следующий добродетель смирением но одно только скажу что смирение у новоначальных рождается от изучения Евангелия потому что из Евангелия заимствуется смиренный образ мысли и потом когда человек изучает Евангелие изучает заповеди и исполнять их пытается он соответственно не исполняя их приходит смирение да он их не может исполнить не исполняя их смиряется бдение девятое добродетель бдение требуется для утончения ума потому что ничто так не омрачает ум как многоспание мужество десятое добродетель мужество мужество при искушении потому что одно из великих достоинств полководца в бранях это та характерная черта когда он не падает духом при превратности ничто никакое искушение нанесенное человеком и духом возникшее спасшее естество не должно смутить подвижника Игнатий Веричинов пишет источником непоколебимости и силы да будет вера в Бога мужество рождается от веры понятно да что здесь человек не должен смущаться какими-то искушениями следующая добродетель стужа холод чтобы опять же ему не было человеку слишком хорошо еще одна добродетель труд но здесь просто нет ничего хуже праздности потому что праздность матерь порока говорили и человеку нужно трудиться но видимо здесь больше телесный труд предполагается тринадцатая добродетель злострадание ну да терпеть какие-то неудобства под обид благодарить еще больше благодарить его надо его это за что благодарить его надо залить потому что он погибает уничижение еще одна добродетель сокрушение понятно ну а чем еще непомятозлобие потому что это противоположно любви человеком это злобие не может совершенствоваться братолюбие кротость восемнадцатая добродетель простая и нелюбопытная вера это девятнадцатая да это девятнадцатая без попечения о мире то есть человек думает только о Боге следующая очень интересная добродетель следующая непорочная ненависть к родителям да святая ненависть слышит такое выражение как я могу это что значит да нужно любить больше Бога чем ближних своих но это не значит что человек должен ненавидеть своих родителей потому что ненавидеть он не должен никого даже врагов ненависть святая она похожа я уже давал вам такое сравнение похожа с ненавистью которую оказывают овцы волка овцы ненавидят волков как они не превращаются волков то есть они не приобретают их качество они остаются овцами такими же кроткими смиренными любящими без пристрастия кто не имеет пристрастия тот легко переходит к без пристрастию и переходит к без страсти то есть он имеет какие-то вещи как не имеющие и от этого без пристрастия он переходит к совершенной без пристрастии простота с незлобием 23 добродетель и последняя произвольная худость да не худеть не худеть нет худость это что значит то есть произвольно можно сказать нищета святитель Игнатий Врачинов он объясняет что этот добродетель нужна новоначальному он говорит не без причинности что и отцы наблюдали крайнюю простоту в одежде в келейных потребностях в монастырских зданиях строения украшения самих храмов почему потому что мысли сердца слабого то бишь новоначального человека сообразуется непонятным образом с его наружным провожением и вот он объясняет если на иноке блестящая одежда если кель убрана тщательно со вкусом с роскошью если даже храмы монастыря великолепно сияют золотом и серебром снабжены богатой ризницей то душа его непременно тщеславно исполнена самомнение и самодовольство чуждо умиление сознания своей греховности прообразуется внутреннее смешание архиерея это уже человек безстрастий предполагается то есть он достиг уже высокой степени и для него это что есть что нет дальше давайте послушаем еще тут тоже интересно напротив того когда одежда на иноке проста когда он подобно страннику живет в келье как бы в шатре или в куще когда в этой куще имеется одно необходимое когда храм божий служит для него местом молитвенного исповедания и плача все это должно соответствовать не развлекая не восхищая его своим блеском тогда душа его заимствует от наружной обстановки смирения отделяется от все вещество переносит мысленными чувствами в предстоящую всем человеком неизбежную вечность душа старается покаянием исполнением евангельских западе боговременно приготовить в себе в вечности прием богоскон ну и так далее а вот это 24 буквы которые составляют духовный алфавит без знания этих букв человек не научится читать не сможет читать вот и не сможет узнать саму науку то есть приобрести истинный разум после этого человек переходит в средний возраст в состояние наемника если состояние новоначального характеризуется как время борьбы как время искоренения мирских своих привязанностей привычек обычаев и установления новых обычаев то здесь в юношеском возрасте борьба переключается на насаждение добродетелей то есть уже порядок войск установлен или если сравнить с земледельцем то уже спахнута земля и остается только садить конечно и новоначальный приобретал эти добродетели но эти добродетели он приобретал не систематично то есть здесь идет систематическое насаждение добродетелей неопустительное идет внутреннее делание духовное если человек остановится на новоначале то он будет подобен тому земледельцу который спахал поле и остановился сел возле этого поля дальше ничего не делает. Положение смешное, неразумное. Чувство изменяется у человека в среднем настроении. Раньше он боялся, трепетал за свою участь. Теперь у него появилась надежда. Он уже надеется на милость Божию явную. Эту милость он много раз видел в своем пути. При грешении он уже оплакал своим, и о них только вспоминает, так сказать, наполовину мучается. Новое сознательно не творит, и уже у него появляется надежда на награду. Это состояние наемника. Плата должна быть за подвиг. Но это еще не совершенство. Такие люди не могут еще сказать прямо Бога, укрепляющий имя Христе, как говорил апостол Павел. Еще он может не все. Хотя у него уже плач стал радостворным. Радостворным, то есть утешительным. Добродетели отличаются тонкостью, духовностью. Теперь уже человек иногда оказывает помощь и другим. Ну, представим, кораблекрушение. После кораблекрушения человек попадает в воду, и у него мысль только одна. Как бы самому спастись. Мысль о том, чтобы еще кого-то спасти, пока еще у него не имеется. Он еще и не способен к этому. Но когда он найдет опору, то есть доплывет до скалы или найдет какое-то бревно и почувствует под собой опору. Тогда он может, отдышавшись, если можно так выразиться, осмотревшись, помочь и с другим рядом находящим человеком. И это происходит естественным образом. Ненасильственно как-то, естественным образом он помогает, оказывает любовь, ласку другим. Знает, как помочь и даже ищет этих случаев. Но делает умеренно, потому что сил еще нет. Также Иван Весточенко перечисляет добродетели, которые свойственны преуспевающим. Эти добродетели душевные. Что он называет? Отсутствие Вячеславие. Первое. Уже другой вид добродетели. Безгневие. Второе. Благонадежие. Третье. Четвертое. Безмолвие. Здесь уже молчание не только уст, но и помыслов. Пятое добродетель свойственное преуспевающим рассуждение. Но рассуждению рос. Рассуждение может быть разным. Для новоначальных тоже свойственное рассуждение, но какое? Это познание своего устроения душевного. Человек должен узнать, кто он есть и на что способен. Это рассуждение новоначально. Для преуспевающего рассуждение имеет другое свойство. Он уже начинает различать истинное добро от мнимого добра. Еще Святые Отцы так высказывается. Это есть вхождение в умное житие. Утончается ум и начинает постепенно смотреть на вещи прямо, а не противоестественное. А противоестественное это как? Это значит противоестества. Через естество. Через поврежденное естество. То есть он видит все не в том свете. И здесь же ему возвращается некоторое здравие и он начинает видеть то, что есть на самом деле. Эта степень называется ведение у Святых Отцов. Низшая ступень созерцания. И она, эта ступень, приобретается через изучение Священного Писания, которое помогает приобрести здравый взгляд на все вещи. Шестая добродетель память суда. Седьмая милосердие. И к себе, и к другим. Что? К себе? Ну как? Как оказать мило себе. Но не удовлетворять своей страсти. Вот. Признать себя нищим. Нищему подается хлеб. То есть дать себе хлеб. Слово Божие дать. Одеть. Нищий требует одежды. Одеть благодачу Божию. Не спрашивая ее. Ну и тому подобное. Посетить как в больнице больного, рассматриваемого себя. Вот это имеется в виду. Милосердие. И тут же страннолюбие. Да. Восьмое. Страннолюбие или иначе братолюбие. Но здесь оно имеет некое другое свойство. То есть это не просто благо расположено к ближнему. А это уже активная деятельность в отношении к ближнему. Человек приобрел некий духовный разум уже. Вот. И он помогает. Но в меру. И если даже у него что-то не то, как говорится, Бог смотрит на намерение. И всякая добродетель, которая совершается ради Бога, хотя и неправильно, она может принести пользу. Какую? Об этом мы узнаем на том свете. Пока непонятно какую. Но Бог смотрит на сердце, на намерение. Девятое. Приличное вразумление. Это как раз то, о чем мы говорили. То есть человек теперь уже имеет духовное рассуждение. И он может дать приличное вразумление. Свойственное наставляемому. Это рассуждение принесет плод. То есть здесь он уже может некоторым образом учить. Десятое. Бесстрастная молитва. И несребролюбие. Одиннадцатая. Несребролюбие. Не просто нестяжание. А невивление. Стяжание. Это все добродетели, которые приличает Иоанн Лесточник для преуспевающего человека. Вторая ступень. И преддверие святости. То есть человек уже как бы все сделал. Страсти уничтожил. Добродетели взрастил. Душу упорядочил. Но не хватает человеку самого главного. Самого главного человека не достает. Это Духа Святаго. А Духа Святаго человек не может насильно привлечь. Дух Святый поддается за смирение. Если мы внимательно посмотрим на эти два устроения младенческое и юношеское, то мы увидим, что мотивы там действующие были какие? Первый работает из-за страха мучений. Второй работает из-за награды. Да? Иногда можно услышать в адрес христианства упрек. Вот, дескать, вы... Дескать, ваше учение, оно несовершенно. Потому что вы работаете Богу или из-за страха перед мучений, или из-за награды. Так-то не бежит. Вот этот упрек, он совершенно неверен. Потому что этому христианство не учат. И этому не учил Христос. Все эти стимулы нужны для развития духовной жизни. Они имеют некий воспитательный момент. Но это еще не конец. И Господь учил как раз таки не тому, чтобы человек работал из-за страха или из-за награды. А Он учил тому, чтобы человек работал бескорыстно. То есть работал Богу ради Бога. Эти мысли проводит святой Симеон Новый Богослов. У него достаточно большое рассуждение, которое я вам все зачитаю, и мы здесь посмотрим, чему он учится. Послушаем слова его. Так как мы думаем, что мы христиане по одному тому, что приняли Божественное крещение. Хотя не делаем дело христиан. Так как думаем, что мы верны. Потому что веруем во Отца, Сына и Стагодух. И в воплощенное домостроительство Госпо нас в Отсутствие Христа. И таким образом просто по привычке говорим, что мы рабы Божьи. И пиша другим письма, помещаем это в подписи. Раб Божий такой-то. Не зная, может быть, что такое раб Божий. И кто есть, и кто достойный именоваться рабом Божьим. Здесь Симеон Новый Богослов, что понятно было, рабом Божьим называет человека уже совершенного. То есть человека, достигшего высшей степени святости. Я решился растолковать это слово и показать, кто таковы рабы Божьи, из-за чего познаются и каковы дела, делаемые ими для Бога. Чтобы всякий по делам своим мог определенно познать, кому угождает он делами своими и кому работает. И уразумел, кому угождал, кому служил Богу доселе, дабы не случилось Симонам почитать себя рабом Господа, тогда как он работает себе самому. Почему, когда кто-то постится или бдение совершает, или томит себя голодами гражды, или спит на голой земле, или слезы проливает, или переносит поношение и другие искушения находящие, пусть не думает, что он по тому самому уже служит Богу, или пользует такими подвигами другого кого, но только себя самого, если терпеливо проходит их, и особенно, если притом глядет в смирение и действие с духовным разумом. Ибо если не таким образом он проходит их, то и себе самому не приобретает через то никакой пользы. Как же так просто не будет? Кому угодно тут может найти объяснение всему в Божественных Писаниях. Я же имею в намерении показать только то, что не те, которые проходят еще покаяние, это возраст нам начальника, не те, которые долгое уже время подвязались добродетели среднего возраста, не Господу еще не служат, а только самих себя пользуют. Слышите? То есть первое устроение, второе устроение, это еще устроение недостаточное. Человек еще не может называться рабом Божьим. И если находите то богословным, подтвердим слово наше пример. Что делаем мы, облегшиеся уже в монашеское деяние и вступивших в поприще покаяния и подвинчивства? Плачем, но для чего? Для того, чтобы получить отпущение грехов наших и очиститься от сквер, причиненных нам грехами. Пластимся, но для чего? Для того, чтобы укротить буйство и стремление плоти нашей, и сердце свое сделать более мягким и удобно сокрушительным. Совершаем гдень и поим салмы, для того, чтобы они расположились в злой помощи, и он наш не блуждал туда-сюда. Молимся, для того, чтобы не уводил нас враг в мысленный плен, и мы могли со временем помешать об одном добрым и полезном, и молиться всегда и непрерывно в сердце своем. В сердце сокрушаемся, для того, чтобы принять радость и утешение, которое порождается и плач сердечный. Одеваемся в смиренные власяные одежды, спим на волой земле, и большая часть из нас носит вериги. Для чего? Для того, конечно, чтобы обуздать и укротить от тела буйное. Чтобы оно, не быв удерживаемой уздой, не бросилось в подобное необузданному мулу стремнины и не извергивая из себя и издака своего, ума, в ров пагубы и огня вечного. Делая же все сказанное, какое благо доставляем мы тем, который нас видит? Конечно, никакого. Но если мы никакого не делаем блага для тех, кои нас видят, то тем паче ничего не делаем и для Бога, давшего нам и мудрость, и силу самосохранения. Но скажешь, мы с благодарностью переносим поношение, осуждение, находящие скорби, не позволяя оставаться в сердце и следу страсти, тем возбуждаемым. Но и этим опять мы себе самим делаем добро, а не другому. Слушав, что говорит Господь, а если не отпущайся человеком в согрешение их, не Отец ваш небесный отпустит вам в согрешение ваше. Удостоверьте же, что если когда поносит насмехаясь над нами, или когда бьют полонитами и оплевывает, или другое что искорбительно причинаем, мы переносим то с благодарностью от всей души сожалея о тех, которые подвергают нас таким искушениям, то мы через то самим, только себе благодетельствуем, удоставиваясь за это, получить отпущение наших пред Богом согрешения. Если же удержим при всем сердце страст и неприязнь к ним, и будем разными употреблять способы к отмщению к ним, то и самим себе не стяжем добра, а напротив повредим, став сами для себя причиной того, что грехи наши останутся непрощенными нам. Все мы бедные, израненные, немощные, разными немощами, и сидя в келье своих, или живя в монастырях, будто лежим в разных больницах, в страноприимницах и в опием плачем рыдая, призывая самого врача души телеснащим, которые, то есть пришли в чувство, ощутили боль от ран и страстей своих, ибо иные столь несмысленны, что не сознают и не чувствуют немощей своих и страстей, которые над ним господствуют. Да привидят и врачуют сокрушенный сердце наших. И так, находясь в таком местном состоянии, можно ли мы дерзнуть когда-то либо сказать, или хоть подумать, что работаем Богом? Нет, не работаем мы Богом. Но, если вас чувствуем, в какую глубину зоны спали, бросим, как я сказал, и молимся, да уврачует нас врач души, телес от нас немощи. Потом, когда получим уврачевание, сбросим в себя по малую всякую немощь, как ветхую одежду, издранно, испачканно, и обличемся в здраве, как в некое царское одеяние, светлое по всему телу с головы гоно, то есть он уже говорит о среднем возрасте. Тогда и мы, если послужим другими, поврачуем их, возлагая елей на раны их, и другие употребляя врачиство и пластыри, тогда, говорю, и мы можем быть причисляемы к тем, кои работают в господу рекшем. Конечно, сотворишь единому силу, братья моих мемушку, не сотворишь. Если же не будем мы прежде врачеваны, но будучи еще немощным и страстным, покусимся врачевать других немощных, то Господь скажет нам, врачуйся и сосан. А ты, слыша мои слова, что в душевном здраве есть некое царское влияние светлое, смотри, не устолкуй криво сего, будто я говорю о телесном здравии. Нет, не о телесном, говорю о здравии, а о неком бесцелесном, духовном, божественном, которое обыкновенно не врачебными травмами доставляется и не собственными нашими трудами достигается, чтобы кто не вздумал хвастаться как подбирающий и прикрепляющий мертвые кости костям и сустав к суставу. Костям и суставам я называю добрые дела и добродетели. Здесь обратите внимание, интересная мысль. Как подбирающий и прикрепляющий мертвые кости костям костям и сустав к суставам, то есть добрые дела и добродетели, не делает никакой пользы, если не сможет облечь их мясо, мускулами, нерами. Но если это сделает, если свяжет суставы живым и мертвые кости покроет мясом и кожей, и если его сделает целое тело, то и при всем опять напрасно он трудится без всякой пользы, если тело это останется без души. Очень важная мысль. Которая оживляла бы его и двигала. Так это же самое, представляя себе, бывающей и с душой, которая была у мужчины грехами. Пусть в ней все уже члены восстановлены. То есть имеются все добродетельные деяния, и посты, и гдения, и нестяжательность и подобные, которые набираются как мертвые кости, последуя одно за другим, подваживаются между собой, связывая некоторым образом цельное тело души. Но что польза от них, если это тело души лежит без душа и без дыха, по той причине, что еще не вселился в нее Дух Святой. Дух Святой святые отцы часто называли душой души нашей. Это, например, говорим о карьегипетском. Ибо только когда он войдет и вселится в нас, соделывает нас новыми, живыми, из ветхих и мертвых, как и вы, мы сами по себе. Другим способом невозможно жить и жить в душе. Итак, по велику мы мертвы, и только он, Христос, с коей мы возрождаемся и оживляемся Духом Святым, есть и вечная жизнь, то прежде чем соединиться с ними, жить станем им, да не глобуем, что работаем Господом. Ибо как возможно, что в мертвые когда-либо работали кому? Пока сознательно не обличемся у Христа, как в царское деяние, да не подумаем, что освободили совершенно душевных наших болезней, от страстей тягачащих нас. Ибо как не отходит тьма, если не приходит свет, так и не сгоняется болезнь души, если не придет тот, то болезнь наша носит и не соединится с нами. Вот эти слова Симеонного Богослова показывают нам, что два первых возраста это еще недостаточно. Эти возрасти только приготовляют нас к третьему возрасту, к которому нужно стремиться и достичь. И если человек бьет борьбу со страстями и стража обе страсти, если он приобрел добродетели, то все это еще относительно в отношении к падшему своему состоянию, естественно, это хорошо. Можно говорить о какой-то высоте в отношении к греховному своему состоянию прошлому. Но в отношении к совершенному возрасту здесь мы видим, что нужно еще очень и очень много. В нем еще тлеет вещество мира сего. Как мертвый тлеет, так и здесь. В нем еще этот тлен чувствуется. От него нужно избавляться. А человек избавляется от этого тлена, когда приходит в совершенный возраст, в третий возраст. В этом возрасте человек работает уже Богу не из каких-то внешних побуждений, не из-за страха, не из-за награды, а из-за любви к Нему. И опять же, он делает добродетели в Боге и для Бога. Прошлые грехи прощены, новых грехов нет. И вот Царство Небесное уже Ему принадлежит. Он в этом даже убили. Да. Потому что он чувствует себя Царством Божьим. Он уже в нем находится. Как Сын он уже наследовал. Одно дело, когда еще обещается, а здесь он уже вступил в права. То есть наследство ему уже дано. Какие характерные черты для человека в этом возрасте? Наступает покой от страстей, и человек вкушает духовную сладость. То есть он питается теми плодами, которые произросли. Из семян им посеяли. Как земледелец. Он посеет, и потом в конце собирает плоды, и их кушает. Получает наслаждение. Вот тоже самое происходит и в этом возрасте. Ему свойственны и степенность, непоколебимость, твердость, и опытность, как мужу. Он имеет уже чувства обученные в рассуждении добра и зла, как говорил Иоанн Богословик. Святой Англий приводит также добродетели, или состояния, которые свойственны этому возрасту. Мы их перечислим. Он заканчивает таблицу, и этот онец таков получается. Непленняемое сердце, совершенная любовь. Непленняемое. То есть, да, для него мир уже как бы не существует. Ничего не привлекает в этом мире. Ни мороженка его не интересует. Ни конфетка. Источник смиренно-мудрее. Весь он есть смирение. Считается хуже всякой твари. И даже хуже бесов. Заметили, да, какое совершенство интересное? Не лучше себя считает, а хуже. Да, следующее состояние, которое он перечисляет, восхищение ума. Христово вселение. Христос вселяется. Неокрадывание света и молитвы. Изобилие сияния Божьего. Желание смерти. Многие желают смерти, да? Часто бывает. Признак совершенства. ненависть к бренной жизни, отчуждение от тела, молитвы не камеи. Когда, это Исаак Сирин рассказывает, когда человек долго пребывает как должен в глубоком пустыне безмогии, то забывает себя, естество свое, и делает как бы человеком, который пришел выступление, вовсе не памятуя семь веки, преимущественно занят мыслью величие Божьим и погружаясь в это умом, говорит, слава Божеству Его, слава чудесам Его, дивно необычайны все дела Его. На какую высоту возвел Он моего Божества, чему сподобия меня получат, на какие отваживаться помыслы, чем услужать душу мою. Обращаясь мыслью к чудесам всеми всегда неразумляемо пребывает он в непрестанном упоении и как бы уже вкушая жизнь после воскресения. Ум Его находит возможность пребывать в себе самым с миром, какой приобретен им безмогием, имеется в виду мирствие. А вместе с тем возбуждается и памятование того, что собраться с порядком жизни Его. Ибо мысленно представляя славу будущего века, не содержит и когда будет самым поем, снова переносится оттуда с изерцанем к веку сему, в котором еще живет. И в изумлении говорит о глубине богатства, премудрости, видне, смысленности, разумности, домостроительства неисследимого Бога, як они испытаны судами Его и неисследования пути Его. И дальше Он уже размышляет, как все чудно устроено. А отсюда уже возносится Ломон своим к тому, что предшествовало сложение мира, когда не было никакой тварь ни неба, ни земли, ни ангелов, ничего из приведенного в бытие. И к тому, как Бог по единому благоволению своему внезапно привел из небытия в бытие. И снова нисходит умом своим ко всем созданиям Божьим, обращает внимание на чудность творей, тварей у Бога и напрямую произведений в Его. И в изумлении рассуждает сам собой, какое чудо, насколько домостроительство и промысл Его превышает всякое понятие. Вход чудной силы Его крепче всех творений как из небытия привел в бытие два сих. Ну и так далее в таком же русле. И тогда, как бы выступление размышляет и говорит, сколько еще времени будет стоять век сей. То есть он уже переходит к другим примерам. И когда воспримет начало век будущего, и сколько еще времени, какова будет онная жизнь, и в каком образе восстание и составит естество это, и как перейдет оно в новый план. И когда размышляет оно всем и подобным всему, приходит он в восторг призумление и безмолвное молчание. И восстает он в этот час и преклоняет колени и с обильными слезами высылает благодарение славословия единому премудрому Богу, всегда славен во всепремудрых делах Его. Вот примерно в таких ощущениях пребывает человек, достигся совершенства. Дальше вставим лесточника. Он называет такого человека сослужебником ангелов, имеющим бездну разума. дом таинств хранилища неизреченных откровений. Если говорить об этих откровениях, то нужно сказать, что это человек получает естественные образы. Как это понять? Есть у человека чувства? Зрение, слух, обоняние. Если эти чувства здравые, то человек естественно ими воспринимает и познает какие-то вещи. если эти чувства у него больны или атрофированы, то он никак не сможет познать. И вот когда человек от Бога, имея такой совершенный ум и совершенную душу, потом, после верхопадения, отпал и умер, то есть это все у него как бы атрофировалось. И потом, когда он через таинство и через духовную жизнь возвращает здравие всем этим силам, то тогда естественным образом он получает откровение. То есть он просто видит духовный мир, видит Бога. Все эти созерцания у него происходят естественным образом. Потому что он привел здравие в свои чувства. Этому учиться не нужно. То есть этому не научиться. Это просто нужно, чтобы выздоровели силы. Чтобы чувства были здравыми. И отсюда так смешные выглядят высказывания неверующих людей, которые говорят, а вот нету никаких чудес, мы их не видим. Логика какая. Потому что они больные и чувства у них атрофированы. Естественно, они их не видят. Но они это ставят в упрек. Мы вот не видим, значит чудес нет. Вопрос-то надо по-другому ставить. Если хочешь увидеть, то выполни то, что говорит церковь, достигну здравия, и тогда ты увидишь эти чудеса. Вот если глухой человек и не слышно никаких звуков, и он докажет, какие звуки могут быть, каким звукам нет, вокруг ходит, как это нет, вокруг звуки, сколько звуков, вот, вот, вот. Ничего подобного, ничего нет. Вы не обманываете. Или слепой, ему говорят, вот какие краски, как все красиво. Ничего подобного. И дело в том, что он о них не может получить правильное представление. Если он слепой от рождения, то как ему объяснить, что такое красный цвет, что такое синий цвет, что такое полная луна ночью, что это такое? Как ему объяснить? Он может какие-то, и то сомнительные, какие-то представления получить о том, теоретические, да? А как ему объяснить? Просто он должен убедить, ему надо выздороветь. И он это убедит, ему надо объяснять, ему надо его учить, он сам это убедит. Вот тоже что происходит здесь. Еще Иоанн Лесич перечисляет, он говорит, что такой человек есть спаситель человека и бог бесов. То есть бесы уже его боятся. Он может их дразнить, он может смеяться над ними, он может ими повелевать. Понимаешь? Господин страстей, владыка тела, повелитель естества, да он без страсти, подражать владыке помощи владыке, с большой буквы владыки. Мы видим, что святые по описанию Иоанна Лесичника это люди ставшие богами по благодати. Они уже в Боге находятся и Бог в мире. Естественно, что описать чувства, которыми дышат святые сложно и невозможно. Мы в этом частично уже убедились. Даже то, что написано непонятно. Но вот святые как раз достигают того, ради чего пришел Господь. Есть такое изречение у священно-внученика Иринии Леонского. Он говорил, что Бог сделался человеком для того, чтобы человека сделать Богом. Это именно и человек достигает этого состояния. Состояние обожжения. Есть такой термин православного богословия. А человек достигает этого состояния, когда Дух святый вселяется в него и обитает в него. То есть он, селившись, начинает переплавлять все его страсти, весь вселен его переплавляет и делает нетленным. И мощи поэтому остаются от таких людей нетленными. То есть Дух святый проник через Дух, Душу на тело. И тело, получавшее постоянные токи благодати, оно стало нетленным. Но нужно иметь в виду, что все степени совершенства возможны на земле, они относительны. Нет такого момента, когда можно было бы сказать, все, я уже достиг того, что можно достичь, дальше уже некуда. Апостол Павел говорит Тимофею, непрестанно возогревает дар Божий. Как бы стремись неутомима. Из всего этого мы можем увидеть, что ничего нет вожделения, чем христианское добродетель. Ничего нет лучше. Это единое на потребу. То, о чем говорил Господь, это самое нужно. Без этого человек не может жить. И без добродетелей все остальное оно есть ничто. Все сравнивает, весь мир сравнен с нулем, а добродетель это цифра. Если не будет цифры, то все это будет новое. Это все ничего. Много предметов на земле достойных уважений. И искусства, и науки. Но все это в сравнении с добродетелей есть ничто. Или без добродетелей это есть ничто. Какая польза человека, если весь мир приобретет, а душу свою повредит? Говорил Господь. Значение все получает только добродетели. Как нуль получает цифры свое значение. Кто стяжет добродетель, тот приобретет сокровище неизлеваемое. Все другое может быть расхищаемое здесь, говорит святой Афан Затворник. И все непременно оставит человек в час смерти. А добродетель безопасно проходит этот испытательный пункт и входит с человеком в небесное Отечество. Поэтому мы с вами ни к чему так не должны стремиться, как стяжаем добродетелей. Следующий всем всеми братьям садится добродетелей, всем обыдет богатство на многих подающих, страстей утоляет мнение, и вновь теперь предрешивши ее. тем тем же свеселем всему прием убивши Христу Богу, пусть все измертных неосудебных нас сохрани, слава слава ищите единому безбережному. христи христи